Катя бежала домой с работы. В одной руке она тащила тяжелую сумку с продуктами, в другой – пакет с новогодними подарками. Было скользко. Катя все время думала о том, чтобы не упасть, а также о том, как много предстоит ей сделать в преддверии Нового года. Она мысленно прокручивала в голове план подготовки к празднику. Она должна сделать генеральную уборку, все перестирать, чтобы на Новый год не осталось грязного белья, приготовить еду. Что же лучше приготовить? Так хочется приготовить что-то новое, необычное, где бы взять какой-то интересный рецепт, чтобы удивить всех домашних. Ведь Катя – хорошая жена и мать. Значит, она должна приготовить что-то особенное. Вдруг Катя увидела газетный ларек. Возникла идея – а не купить ли журнал для женщин? Уж там точно должны быть праздничные рецепты. Катя никогда раньше не читала женские журналы. Не хватало времени. Работа, дом, дом, работа. Каждодневная круговерть. Дома же обычно времени ни на что не хватало. Муж мало помогал по хозяйству. Не мужское это дело – заниматься домашним хозяйством. Катя подошла к ларьку. Ее внимание привлекла яркая обложка женского журнала. С нее на Катю смотрела такая счастливая и успешная женщина. Она купила этот журнал, предварительно полистав его и увидев страницу с новогодними рецептами. Придя домой, Катя бросила журнал на стол и занялась приготовлением ужина. Потом позанималась с сыном, проверила, как он выполнил домашнее задание. Мужа все не было и не было. Появился он спустя некоторое время, объяснив свое опоздание неотложными делами. После ужина Катя принялась за уборку, мытье посуды, муж отправился гулять с собакой. Приведя кухню в порядок, а также переделав попутно другие дела, Катя наконец-то села на диван, взяла журнал и решила почитать. Муж обычно долго гулял с собакой, по несколько часов, и Катя к этому привыкла, так как муж уверял ее в том, что собаке нужны длительные прогулки. «Конечно», – думала Катя, – «бедное животное. Целыми днями сидит в доме, поэтому на длительной отлучке мужа по вечерам она не обращала внимания». Катя перечитывала журнал, продолжая прокручивать в мыслях снова и снова план того, что ей предстоит сделать к Новому году. Год-то какой? Двухтысячный! Значит, все должно быть необыкновенно, как и сам этот год на стыке столетий и тысячелетий. Вдруг внимание Кати привлекла статья психолога. Называлась она «Комплекс отличницы». Катю заинтересовало название, так как сама она в жизни была вот такой отличницей, старалась всегда все успеть, все сделать, всегда помогала мужу, когда у него не ладилось что-то в делах. Она была так воспитана. Жена должна во всем помогать мужу, быть его верной спутницей. Как же иначе? Он же мужчина, им нужно дорожить. Если Катя будет плохой женой, он может уйти к другой женщине, а остаться одной с ребенком – невеселая перспектива. Да и смотреть все косо будут, мол, вон она какая, ее муж бросил. Катя начала читать статью. Чем дальше она читала, тем все больше и больше задумывалась над прочитанным. Она не заметила, как на кухне прозвенел таймер, оповестив о том, что пирог в духовке готов. В статье было написано что-то такое, о чем Катя никогда раньше не слышала, но в глубине души догадывалась, боясь признаться даже самой себе. В статье приводились результаты социологического опроса, проведенного среди женщин, которым задавали один вопрос – что должна делать хорошая дочь, жена, мать? Все женщины отвечали – то-то и то-то. Лишь одна из них ответила – я никому ничего не должна. А и вправду подумала Катя – почему я кому-то что-то должна? Почему вся моя жизнь стоит из сплошных «должна»? Почему никто не считается с моими желаниями и влечениями? Почему все считают, что женщина должна? Это был мучительный вопрос, который не давал Кате покоя. Муж пришел поздно, посмотрел телевизор и лег спать. А Катя все продолжала думать о том, почему она должна делать то, что должна, кому она должна и за что должна. Она хочет делать это потому, что хочет делать, а не потому, что должна. Мысль цеплялась за мысль. Почему муж уже который месяц так долго гуляет с собакой по вечерам? Неужели ему дома делать нечего? Если он знает, что всю домашнюю работу, включая занятия с сыном, можно благополучно взвалить на Катю, потому что она должна. А он никому ничего не должен. Кате вдруг стало мучительно обидно за свою жизнь. Да она просто себя не любит. А ведь женщине так важно любить себя и дарить тепло своей души не потому, что она должна, а потому, что ей так хочется. Мысль о том, что что-то в ее жизни не так, с тех пор не давала Кате покоя. Она как бы со стороны посмотрела на свою жизнь. Кто ценит ее самопожертвование семье? Кто? Муж? Катя все больше и больше стала в этом сомневаться. И как-то вдруг отчетливо в ее голове, как в документальном фильме, стало воспроизводиться поведение мужа в последнее время. Его поздние приходы, долгие прогулки с собакой, полное отсутствие интереса к домашним делам и сыну. Также Катя вдруг вспомнила взгляды, которыми муж обменивался с молоденькой секретаршей. Кате стало все понятно. У мужа роман с секретаршей. Это стало настолько очевидно, что Катя не понимала, как она не замечала этого раньше. За несколько дней до Нового года Катя поехала на родительское собрание в школу к сыну. Договорились, что муж с собакой встретит ее после собрания, и они вместе пойдут домой. Неожиданно собрание в школе отменили. Заболела учительница. Катя позвонила домой. Сын сказал, что папа взял собаку и ушел. Как ушел? Ведь он должен был уйти в назначенное время, чтобы встретить Катю. В голове у Кати мелькнула мысль. Я знаю, где он. Секретарша жила недалеко от школы, и Катя направилась к ее дому. Она стояла и ждала у подъезда. Продрогла. И думала только об одном. Хотя бы он не вышел из этого подъезда. Но он вышел. Пытался заговорить с Катей, но она не стала слушать. Поймала такси и поехала домой. Дома она выставила за дверь все его вещи, позвонила секретарше и сказала, чтобы она забирала ее мужа. Ей, Кате, он больше не нужен. Так заканчивался для Кати 2000-й год. Целое столетие и прошлая жизнь. Впереди были Новый год и новая жизнь. Катя удачно-повторно вышла замуж. Но это была уже другая Катя. Та Катя, которая была раньше, осталась в прошлом столетии. В Новом столетии была Новая Катя. Счастливая, свободная от предрассудков, любящая и любимая, уважающая себя, уважаемая другими. И, конечно же, Катя, которая никому ничего не должна, а делаясь все по велению своей души и из уважения и любви к тем, кто ее окружает, и также отвечает ей любовью и уважением. Катя. Катя. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!